Необычная выставка проходит в эти дни в одной из художественных школ города. Экспозицию «Мир вокруг нас» организовали специально для незрячих людей. Все экспонаты на ней можно осмотреть при помощи рук. Наша коллега Анастасия Лизаревич завязала глаза и узнала, каково это – осязать искусство. Чем-то самовидным он напоминает Московский Большой театр. Некоторые думают, что выстроили его специально для этого. Руки прочь – это не про них. Обычно в музеях трогать экспонаты и картины нельзя. Но эта выставка – исключение. Исследовать на ощупь здесь можно не только Тюменский драмтеатр. Цирк, ЗАГС, Мост влюбленных и даже водонапорную башню. Все картины объемные. Александра Измайлова, выпускница Академии искусств и культуры, в качестве дипломного проекта организовала выставку для незрячих людей. Первые посетители – читатели областной библиотеки для слепых. Они уже увидели суть. Это что-то новое. Потому что максимум, что у нас может быть на картинах, побрали надпись, да, как минимум. И человеку нужно другому объяснить еще это все. Это сможет сделать не каждый. А здесь действительно можно реально ощутить. Изделия каменного вега обжигались сначала на кострах. Примерно температура обжига была 800 градусов. А это яблоня и девушка. Кроме объемных картин, здесь керамические панно из росцы и деревья из мозаики и бисера. В общей сложности около 30 работ. Все это труд воспитанников художественной школы, самому младшему из которых 7 лет. Особенно слепых посетителей поразили эти скульптуры животных. В частности, ворона-археолога слепили из необычной глины – шамотной, с добавлением толченой керамики. Просто когда я раньше глиной занимался, у нас все гладкие были фигуры. А тут как-то они, ну как живые. Устроив экспозицию для незрячих, Александра Измайлова многим открыла глаза на проблему. Мир музеев для инвалидов по зрению доступен. Я к этому готовилась. Я читала, как работать с инвалидами. И в музейной среде есть такие книжки. Они, так сказать, очень внимательные. Они явно видят больше, чем я в этих предметах. Выставка открыта не только для слепых, но и для зрячих. Специально для нас приготовили вот такие свето-непроницаемые повязки. Глаза закрываешь, включаешь фантазию. Осизать искусство необычно, а потому интересно. Тем, кто решится на такой эксперимент, вход свободный. Выставка в художественной школе на улице Монтажников работает до конца недели. Анастасия Лизаревич, Роман Ченахов. Тюменское время.